Мемориал И я предложил, увеличив такую насыпь, символически ее как бы раскрыть, потому что эти насыпи скрывают от нас тела тех людей, которые покоятся в братских могилах. А эта насыпь, она как бы раскрывается и дает возможность спуститься и прочитать имена всех, кто на Бутовском полигоне был казнен. Еще одна важная особенность этого мемориала и этих списков будет заключаться в том, что списки будут даны по дням расстрела. Наша задача как можно ближе подойти к тому историческому документу, который лежит в основе всех наших знаний о Бутовском полигоне, к тем самым расстрельным спискам. Я хотел бы предложить таким образом, можно сказать, объемно-пространственную цитату, сделанную в камне, чтобы человек, спускаясь вот в этот раскрывающийся перед ним ров, мог пройти всю хронологию от 8 августа 1937 года до 19 октября 1938 года. И чтобы было видно, сколько людей расстреливали в день и какие разные люди в течение дня оказывались в одной братской могиле. Так что в этом заключаются, ну, некоторые, можно сказать, особенности того памятника. А так, конечно, во всех подобных местах либо уже существуют, либо должны существовать доски с именами пострадавших. Вот рядом, кстати, у нас вариант доски с именами, который был установлен в 1998 году. Просто, к сожалению, тогда не было возможности сделать что-то монументальное, что-то действовать, исходя из наличного бюджета. И средств было немного, поэтому взяли вот этот материал, на самом деле очень непрочный, как выяснилось. И часть, и только не все имена пострадавших таким образом были увековечены. Сейчас это будет уже, мы надеемся, на века. И сейчас полным ходом идет строительство мемориала.